Глава восьмая Печаль и испытания В течение всей жизни человеку приходится преодолевать разного рода трудности, стараться удержаться на плаву. Какой бы легкой и обеспеченной ни была жизнь человека, в ее фарватере неизбежно встречаются препятствия. Знаете ли вы хотя бы одного человека, который не испытал горя? Разбитое сердце, неудачный брак, несчастливое детство, болезнь, бедность, предательство, неожиданная смерть близкого человека, разочарование или несбывшиеся мечты, словом, в какой-то момент жизни на нашу долю выпадает несчастье, а порой кажется, что они сваливаются на нас все сразу. В этом, однако, проявляется закономерность жизненного процесса. Нередко бывает так, что человек встречает испытания с чувством обиды и негодования. Он не пытается или не желает понять их причину, не задается вопросом, а не занимают ли они законное место в нашей жизни, не несут ли в себе какое-то предназначение. Вместо этого он мечется в поисках панацеи от всех бед, всеми силами стараясь уклониться от их ударов. В развлечениях, в лихорадочной деятельности он пытается забыть о них. Одни ищут спасение в религиозных доктринах, отрицающих существование страдания и зла. Другие превращают в предмет культа свое тело или разум, используя какую-либо диету или упражнение на глубокое дыхание. А порой, пытаясь преодолеть чувство печали, уходят в мир грез и фантазий. Таким путем они пытаются сбросить с себя хотя бы часть той ноша, которую взвалила на их плечи жизнь. Бегство от жизни – эскапизм. Характерное состояние человека в современном мире. Создается впечатление, что люди утратили смелость, необходимую им для решения сложных проблем, разучились прямо смотреть в глаза своей судьбе. Им недостает душевной выносливости. Они ждут от жизни быстрого и легкого успеха, дешевые победы. А другие просто хотят забыться. Однако сегодня не только отдельные люди, но, кажется, целые страны и нации готовы придерживаться в своей государственной политике подобной линии. Не случайно поэтому сегодня люди так увлечены гороскопами. Вполне разумные, трезвомыслящие мужчины, имеющие солидный деловой опыт, регулярно заказывают для себя гороскопы и зачастую всецело полагаются на прогнозы, сделанные для них профессиональными астрологами, которые осмеливаются заглядывать в будущее, предсказывая, как сложатся события. Ни один ученый и ни один знаток новейшей истории не отважился бы на нечто подобное. Гадающие на магическом кристалле или поруке предсказатели судьбы, медиумы, провидцы и мистики с востока делают у нас неплохой бизнес. И это, ну не парадокс ли, в самом центре западной цивилизации. У апостола Павла сказано, «Теперь, когда я пришел к людям, я положил конец детским глупостям». Казалось бы, что в эпоху дизельных двигателей, самолетов, ядерной энергетики, электронных микроскопов, телевидения, спутников, космических зондов, высадки человека на Луну и других достижений науки, человечеству пора повзрослеть, оставив позади затянувшееся детство, войти, наконец, в пору возмужания. Мы же, живя в своих набитых, сверхсовременной техникой и мегаполисах, ищем облегчения в идолопоклонничестве, гороскопах, призываем себе на помощь медиумов и ясновидцев. Что же с нами происходит? Почему же мы, обладатели таких богатств? Мы, называющие себя венцом творения? Почему мы так плохо приспособлены к жизни? Так боимся жизненных проблем? Так, по-детски, стремимся быть убаюканными и успокоенными. Почему нам так хочется, чтобы кто-то предсказал нам что-либо хорошее, утешил, пусть даже иллюзорными надеждами? На самом деле нет ничего плохого в том, что люди иногда испытывают желание подурачиться и повеселиться. В том, что они чуть суеверны или по-детски доверчивы. Но это становится опасным, когда люди начинают по-настоящему верить в гадания и гороскопы, испытывая в них потребность, как в некоем убежище, в котором можно укрыться от реальной действительности, связывая свои надежды с тем, что в лучшем случае является безосновательным и нелогичным. Наряду с прорицателями появилось немало целителей. Если бы человек с помощью медитации, дыхания, специальной диеты и разнообразных упражнений мог достичь блаженства, земля превратилась бы в утопический рай. Нет ничего плохого в медитировании и в особом питании, физических упражнениях и глубоком дыхании. Напротив, если их изучить и правильно использовать, они, наверное, могут стать отличным средством оздоровления. Но что заставляет людей, занимающихся подобными вещами, доводить себя до иступления, до фанатизма? Почему им так хочется верить в то, что страдание не является уделом человека и его можно избежать? Тут напрашивается аналогия со смертной казнью, которую заменяют более гуманным способом умершвления человека. В Германии времен Гитлера такой взгляд на жизнь привел к самым уродливым явлениям. Уничтожение инвалидов, престарелых, умственно отсталых людей, коллег и преступников было возведено там в ранг государственной политики. Все это от перетасовки карт предсказателей будущего до камер смерти, куда направляли неполноценных и неугодных симптомы ложного понимания смысла жизни и ее значения. Большинство людей, исключая, конечно, экстремистов, признают, что в этом мире есть и боль, и печаль, и страдания. Однако отношение к страданиям у людей неоднозначное. Одни видят в них необходимое проявление жизни, имеющее определенный смысл, и считают, что их нельзя заменить никакой иной формой опыта. Другие уверены, что в страданиях нет смысла, и их надо всячески избегать. И почему эти темные пятна на полотне счастья неизбежны? Играют ли они какую-либо роль в формировании нашего характера? Как мы должны относиться к ним? Наши земные страдания условно можно разделить на две категории. Одни, скажем так, удел человека, то, что преднамеренно дается нам и необходимо для нашего развития. Другие – случайность, результат стечения обстоятельств. Воспитывая ребенка, родители учат его тому, что можно делать и чего делать нельзя, наказывают его за дурные поступки, ставят перед ним трудные задачи, чтобы он научился решать их и благодаря этому обрел необходимую для жизни силу и закалку. Все это преднамеренно делается теми, кто ответственен за развитие личности ребенка. Однако, если ребенок поскользнется и упадет с лестницы, если он обожжет руку о плиту или его укусит змея, в этом не следует винить ни родителя, ни ребенка. К этим неприятностям надо относиться как к случайным превратностям жизни, которых, вероятно, можно было бы избежать и которые, по возможности, человек стремится предотвратить. Жизнь полна опасностей. Если при переходе улицы не посмотреть налево и направо, то можно попасть под машину. Поэтому пешеходу надо быть на чеку, а городским властям обеспечить систему регулировки движения. Человек всегда стремится избежать страдания. Более того, предпринимают все меры, чтобы предотвратить трагические случайности. Медицина отважно борется с болезнями и врожденными физическими недостатками, которые приносят людям столько горя. Реформаторы общества борются с бедностью и преступностью, источниками неописуемых бед и несчастий. Законодатели ищут способы обезопасить жизнь людей и сделать ее более счастливой. Эта битва должна продолжаться, ибо нельзя примириться с неоправданными страданиями, надо всячески искоренять их. Не стоит, однако, пытаться уйти от всех страданий, потому что страдания очищают нас. Душа, пройдя через горнила тяжких испытаний, становится стойкой. Великая рождается в муках, и мы должны признать это. Алмазы образуются из расплавленного камня, а нежнейшие цветы человеческого духа часто распускаются, будучи обильно политы слезами. Борьба рождает силу. Выдерживая испытания, мы обретаем стойкость и вносливость. Не нужно бежать от того, что печалит наше сердце. Напротив, мы должны пройти сквозь печаль, какой бы обжигающей она ни была, и вынести из пламени страдания еще более крепкий характер, более глубокую веру в себя и нашего Создателя, который, подобно мудрому родителю, порой наказывает нас, ибо любит нас и хорошо знает, какими мы должны быть, как знает он и о том, что боль стоит той награды, которую благодаря ей мы можем обрести. Все в этом мире движется под воздействием энергии. Даже ее превращения порождают силы, как свет солнца, движение ветра, смену дня и ночи. И Земля со всей ее красотой и многообразием форум жизни движется благодаря вселенским законам электричества и гравитации. Мы, человеческие существа, также находимся под воздействием могущественных сил. Любовь, страсть, печаль, боль, ненависть и страх – все эти чувства действуют на нашу душу, развивая в ней определенные качества, формируя личность. Так почему мы должны отказываться и прятаться от того, что призвано выявить в нас самое лучшее, закалить наш характер, научить ценить истинное счастье? Может ли человек, который ни разу в жизни не был голоден, оценить вкус хлеба так, как тот, кто голодал? Если пройти по жизни, не ощутив боли и страдания, не испытав на своем опыте их глубину, отгородившись от них с помощью нелепых концепций, психологических или физических, можно навсегда остаться неглубоким и черствым человеком, лишенным крепкой нравственной основы. Так можно убить человеческое сердце. Никто не требует от нас того, чтобы мы любили страдания и боль. Мы не аскеты и никогда не будем усматривать в страдании добродетель, которую нужно культивировать путем умерщвления плоти и самоистязания. Но если кубок с целительной влагой поднесен к нашим губам, нам ничего не остается, как выпить его содержание до дна, без страха, зная, что лекарство может быть горьким, но понимая, что оно поможет нам и в конце концов излечит. Без контрастов жизнь становится монотонной и скучной, превращается в нескончаемый серый день, в котором нет ни тени, ни сияния солнечного света. Все в жизни так или иначе взаимосвязано. Красота дарит радость, любовь, счастье, знание, спокойствие духа, боль, силу, печаль же очищает душу человека. Однако мы сами ответственны за то, чтобы извлечь из любого жизненного опыта все самое ценное. Мы должны также примириться с мыслью, что в этой области и сейчас не все доступно нашему пониманию. Здесь сокрыты глубокие тайны, непостижимые для нашего ума. Одна из таких тайн касается соотношения между проявлением свободной воли и судьбы. Другая – вопроса, почему невинные страдают за виновных. И самая сокровенная из тайн – это загадка жизни после смерти. Невозможность узнать, где и в каком состоянии находится душа человека, которого мы только что опустили в могилу. Нам трудно понять, почему миллионы детей живут в страхе, становясь свидетелями ужасных сцен, выдержать которые тяжело даже взрослым. Почему им приходится переживать войны, за которые они не несут ни малейшей ответственности? Мы не знаем, сколько людей могли бы сделать свою жизнь лучше, сколько жизненных битв проиграно, хотя их можно было бы выиграть, сколько раз, имея силу, мы не воспользовались ее вполне, сколько раз делали неправильный выбор. Но кое-что мы все-таки можем понять путем логических умозаключений или исходя из опыта. Бог, что бы ни подразумевалось под этим понятием, не может быть несправедливым, так же, как не может он быть нелюбящим. Пожалуй, самое несправедливое и жестокое это поставить перед человеком неразрешимую задачу, потребовав от него сделать то, что не в его силах. Тяготы выпадают нам на долю для того, чтобы испытать нашу силу и укрепить ее. Бог не ставит перед нами задачи, с которыми мы заведово не сможем справиться, ибо он справедлив. Иной раз он поднимает повыше, потому что ему ведомо, что если мы сделаем над собой усилие, то сможем взять эту высоту, и он поможет нам в этом. Друг души человеческой всегда рядом. Он хочет, чтобы мы выигрывали, становились сильнее, были достойны того, что он отмерил нам. И если мы позовем его, он протянет руку помощи, а если наши руки воздеты в мольбе, он крепко сожмет их в своей. в мольбе.